Здорово, здорово, дорогие друзья, как с вами Кассида и Явушка, Эван. Мы продолжаем играть на сервере, смотрим там номер 3. И как вы поняли, я уезжаю из аэропорта, потому что я хотел записать видео про этого лётчика, но что-то там очень дофига, денег надо на уровень. У меня только 9 уровень, а там надо очень-очень дофига. Я такой думаю, ну нафиг, и мы едем покупать мне Собру. Так что присаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. А если серьёзно, вот посмотрите-ка, Кристал, Ку-Ку. И кстати, Лимон просил его передать привет, ему тоже привет. Вот, Супра стоит 10 лимонов, 8 штук, но я купил её на БУ, зашёл, что и купил, и она стоила, где она, что-то такое, Супра, 8 с половиной лимонов. Так что давайте, я увидел, да. Заводим, прикол в том, что на неё очень тихий звук, какой-то необычный, ну даже в стоке. Ну посмотрим на этот дизайн, вот посмотрите. Если честно, в игре она ещё более-менее выглядит, но в жизни прям такое. Если сравнить со старой Супрой, мне старая Супра намного больше нравится. Тем более, это здесь и Бэха. Это чисто Бэха, потому что здесь Бэховский движок и подвеска вроде, от Бэхи. Ну типа совместно с Бэмбой, она уже, посмотрите, бочком даёт. Вот. Так, и чё сюда приехал, давайте мы сюда хотя бы чиповочку. Давайте денег снимем, где-то, думаю, ну... 4... 4... 727... 224 снимем. Я надеюсь, нам хватит. А мы поедем сейчас, влепим чиповочку, а потом поедем на всё остальное волна, короче. Так что... Да. Короче, поставил эту чиповочку, давайте зальём сюда 98. 64 литра бак. Всё, что я хочу сказать, что цена на неё вообще не упровдана, потому что 10 лимонов за Супру. Ну, тем более, раньше же смотра делала типа... Цены похожи, как в реале, но... Я не помню, сколько Супра, но мне кажется, меньше, чем 10 миллионов за Супру. Вроде стоит, но... Если даже 10 миллионов, то это очень дофига, потому что... Ну, за что здесь ли 10 лимонов? Я лучше себе куплю какой-нибудь Бэху или чё? Да, кстати, про Бэху, блин. 415 нахать едет, вот это нормально. Но за Бэху... Считайте, за Бэху... Тройку, 7 миллионов, это тоже очень дофига. Это вообще цены не оправданные, какие-то жёсткие. А если даже оправданные, да? То почему на 101-м бензине... РС-7 едет 341. Так, а по-пацанинка, фортфель открылся. 341 на РС-7. Вы чё, издеваетесь? Это очень мало. Прям очень. Купи за 28 какао Урус. Да, кстати, и Урус с салоном 28. Или 40. Или 40 лимонов. Не, она или 28. Не помню, короче, очень дёшево. Хотя, как, смотрите, как дёшево. Но Урус я не хочу покупать, потому что Урус мне вообще не нравится. Можно мне капот закрыть? Спасибо. Так. Ой, чё я хотел посмотреть, знаете? Блин. Они же добавили тонировку фар, да? Давайте вот тут оставим. А вчера я ездил, тонировал фары на вот этой тачке. Где она? Е-39 не тонировал. На ГТ-шке. Это средняя тонировка фар передних и задних. Вот. А ещё тонировал на 213-е-шке. Там кто-то... Вот 213-е-шке их тонировал хлам. В итоге... Я бы не сказал, что они тонируются. Так, ты отдай сюда Собру. Мы, короче, поехали на внешку. Да? Не надо, короче, пацаны, я, наверное, продам свою Е-шку, потому что мне тачки хочется купить. Хочется. Вот. А сюда переставлю ОМР-ки свои. Вот. Погнали. Ну, то, что на Е-е хотя бы 400, это что-то радует. Так, давайте заезжаем на внешку. Высадите пассажира. Вылазь. Крышка капота. Нету. Зачем мне это добавляли? Спойлер. Спойлер есть такой и есть такой. Но, если честно, вот такой мне нравится. Это, конечно, не колхозер, но... Ну, и без спойлера. Ну, а если чё в там поставим? Так, расширение. Ну, это... Ну, такое. Я не хочу и колхозить. Передний бампер. Ну, понятно, смотра без колхоза не может. А задний бампер... Ну, кстати, тюнг недорогой. Вот что мне радует. Окей, а если мы добавим всё, например... Вот. И спойлер. То это ж неплохо смотрится, да? Ну, да, неплохо смотрится, даже если это колхозно. Ладно, давайте 860 тысяч покупаем. Теперь нам осталось только диско купить. 860. Блин, это не еле тюнить, который там за 2-3 лимона вес и так. Теперь на неё диски подобрать, это... Просто хотел сказать, очень сложно. Кстати, что по дискам? Новые добавили? Фигушки. Да, обновление называется 1.7. Новые диски даже не добавили. Да. Что они делают 3 месяца? Фиг пойми. Ну, мне больше тут ничего не нравится особо. Ну, восаны, чё? Не, восаны не... Волки. Вот. Так, и вот эти. Вот эти идут сюда, да? Вот эти? Или вот эти? Мне кажется... Блин, где они? Вот эти сюда больше подойдут. Так, регулировка задних. Вот этот Toyota Iris просто возьмём и всё. Просто не колхозер, но так она смотрится прям топово. Так, пацаны, мы приехали. Теперь смотрим, запоминаем. Тонер очень дорогой стал. Давайте всё на 80 и лобаж на 60. Кристально-белый цвет нормальный. Идеальный цвет, красный цвет, зелёный вот это убрали. И давайте тонер переднего и заднего оптика сделан на 60%. А, нет, всё-таки немножечко тонируется. Да, но так-то сочно смотрится. Все тонируют. Особенно жопа такая прям. Ах, пушка-гонка. Только знаете, о чём мне нравится? Что теперь номера можно менять только в ЛС. Потому что здесь... Нет, убрали же пирамиду. Я же вам показывал. Не знаешь, где их денег взять? На работе. Мне интересно очень взять эту работу пилота. Но там очень надо 40-й левел. А 40-й левел, это ж пипец. Да сколько бабок надо всрать. Просто. Так, давайте заезжаем. На вот эту фигню с покрасочной. Но если честно, я в красный цвет так бы и хотел её оставить. Потому что в красном она... Да мне... Понятно. Мне надо один как-то, не знаю. Так, вылазь. Не, ну красный цвет прям топовый смотрится. Это ничего не меняет. Хром. Хормирование. А не подстрекатели, где хром? Хамелеон. Они походу хамелеон с хромом поменяли или что? Окей, пацаны. Мат и хром. Есть разница? Ну такое. Цвет. Давайте вот этот. Цвет кузова. Если чёрный. Не, чёрный это чисто... Ай, демон, да? Просто кайф. Давайте я даже на телефон засниму. Чисто... Чисто демон. Но белый тоже, кстати, неплохо. А оранжевый. И оранжевый неплохо. И все цвета идут. Ну чё-то мне, если честно, понравился. А синенький. Ну и синий идёт. Ну мне чё-то понравился прям красный. Вот этот, да? А, он посветлее немного. А если это немного потемнее? Ну нет, в металле больше идёт ему. Вот такой вот красненький, да? Если яркий сделать. Не, вот где-то вот такой. Хотя стоп мне тоже норм идёт. Цвет диска, вот чё у нас? Чёрный. Теперь эти диски можно красить. Лоу. И на чёрный они лучше идут. Я перезашёл вам просто... Просто послушать. Теперь давайте мы отправимся в АЛС. Так как красный цвет у нас уже есть. Наверное, первая тачка, которую я вообще не красил. Потому что цвет офигенный. 415 на 98 нормально. Красный цвет у нас есть. Жопа низ чёрный. С дисками тоже прикольно. И теперь нам осталось только последним пунктом. Это авто номера. Так что, поехали. Вот, пункт обмен номерных знаков. Наверное, я всё-таки сюда поставлю номера с Е-шкой своей. Или здесь вот второго. Давайте я поставлю номера с Е-шки. Или здесь вот второго. Сложно. Если честно, 200-го второго мне вообще не нравится. И по хендлингу, и так. Так что давайте добавим с Е-шечки. Ой, с Е-шечки из 200-го второго. На Супру. Всё, обменяемся. С-класс. Произвести обмен. Всё. С-класс теперь, наверное, у меня ОНС. Вот такой вот. И теперь у меня Супра на топовых номерах. На номерах. Да? Во-во. Это просто охуенно. Всё, и теперь просто топ. Чисто Супра. Звук у меня после перезахода всегда пропадает. Надо вырубить его. Вот. Врубить. Как тебе обново. Такое. Короче, пацаны. На этом всё. Такое у нас Супра вышло. АН. Плюс, плюс. Такое вот Супра мы купили. Не на Супра топчик. Сори. Вот. Так что ставьте лайкоси, если вам понравился данный видос. Подписывайтесь на канал. С тачками теперь проблема. Согласен. Всем удачи вас. И всем пока.